привет дорогие подписочники сегодня в эфире мой брат андрей который есть муку и мой батя который не ест муку который не ест муку и сегодня в эфире готовка дня мы готовим тесто ой то есть пельмени вначале тесто да что мы сделали для этого теста спасибо мы добавили два стакана муки яйцо одно и соли и пол стакана воды до моего ее надо подливать постепенно да пропорции в начале видео да ребята напишите в комментариях как вы думаете у нас получится тесто для пельмена да напишите в комментариях как вы думаете ребята пишут должно да это наше тесто в общем мы просто его вымешивали и венчиком и руками да вот и и нам надо его оставить на 20 минут вот для того как ваше тесто настоялось вы должны достать фарш домашний из мира торга ну или какой у вас там есть достаем миску открываем фарш достаём наш фарш ну и дальше мы его просто вымешиваем руками добавляем половину натертой луковицы и всяких там соль специи что вы там хотите в общем всякое его делаем вкуснее в общем вот так это должно выглядеть мы его отблендарим что ж дорогие подписчики сейчас мы рассыпаем муку на стол до после фарша короче говорю фарш лучше замешивайте в перчатках потому что он приклад потом от моется от наших рук берем и защит тесто ну и Теперь мы берем стакан и вырезаем из теста крыльяши. И скидываем их куда-нибудь в сторонку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо понять, сколько его лучше брать, так чтобы он у нас не вылезал. Так, вначале вот так вот. Да, правильно же? Да. Так, а потом мы их начинаем загибать. Сейчас я потом покажу, как огромный. Вот так вот. Давай. Ага. В общем, мы берем наш кругляш. Да, бери фарш, но не сильно много. Такая? Ну да. Берем фарш. Берем фарш. Не, давай поменьше. Да. Кладем... Давай вместе. Кладем в кругляш. Вот так вот. Так вот. В эту можно еще такой школе. Набольшаем. Так. Теперь. И начинаем его загибать, но так, чтобы фарш не прилипал к тесному. А оставался внутри. Мусилер, смотри. Вот так вот. Начинаем его загибать. Вот ты его положи на... Так, ага. Давай, давай загибай. Во. Вот так вот, чтобы было. Сначала, короче, делаем варенье. Да. Так. А потом кладем его вот так вот, смотри, вот так вот. И начинаем вот так вот его загибать. Вот так? Становится у нас пельмень. Ага. Да. Вот. Пельмень. Теперь получился пельмень. Ну и, в общем, и так далее. В общем, ребят, извините за звуки стиральной машины. На фоне. Но выключить мы ее не могли. Я хотела сказать, что это новая рубрика на моем канале. Кулинарные влоги. И хотела вам сказать, чтобы вы переходили в мой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании. И голосовали за что мы будем готовить в следующем видео. Они будут выходить по воскресеньям, скорее всего. Если будет что-то меняться, я тоже буду говорить у себя в телеграме. Сколько мы налепили, у нас получилось ровно 40 пельменей. И остался немного фарша. Но из-за этого можно сделать какую-нибудь одну маленькую котлетку. Вот. Мы поставили воду вот на плиту. Дальше мы их отвариваем как обычные пельмени. Да. Вот. Ничего такого необычного. Да. Просто как обычные замороженные пельмени. Но правда мы их не замораживали. Они у нас так. Да. И лавровый лист у нас тоже есть. Поэтому это будет прикольно варить не замороженные пельмени. Далее элементы накрытия на стол. Вы берете сметанку. Вкусную такую. Вкусную. Выкладываете на стол. И ждете пока доварятся пельмени. Они почти доварились. Чилят такие. Вот дорогие подписочники, что у нас получилось. Вот такие шикарные, прекрасные пельмени у нас получились. Самое время попробовать. И у нас получаются очень вкусные и классные пельмени. Угу. Вкусную. Что ж. Ну а на этом было все. С вами была как всегда я Маша. И это уже следующий день. Но в принципе не важно. Со мной еще был мой папа. Ну и иногда брат. Редко, но был. Вот. Ну а я всех сильно-сильно люблю. И всем пока.